В правительстве региона состоялось заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии. Внеочередным, но, пожалуй, главным вопросом стала ситуация в детском лагере «Олимпиец» в Акуловском районе. О ходе расследования массового отравления ребят в лагере «Олимпиец» доложил главный санитарный врач региона Анатолий Росоловский. Выяснилось, что первые признаки заболевания у детей появились не вечером воскресенья, а сразу после обеда. Однако медик в лагере был без опыта работы и не смог понять всю серьезность ситуации, как и администрация оздоровительной базы. Данная ситуация находится в работе еще. Проводятся эпидемиологические расследования, административные действия ведутся. Но предварительно мы должны сказать о том, что в нарушении соблюдения санитарно-генических норм и правил на пищеблоке мы получили эту ситуацию по заболеванию. Для этого уже имеется ряд, скажем, доказательной базы, она лабораторно подтвержденная. Вот мы работаем сейчас над источником, который вызвал непосредственно заболевание. По словам Анатолия Росоловского, сотрудники пищеблока не соблюдали личную гигиену. Продукты хранились не по правилам, мясо размораживали в посуде для овощей. Питьевой режим ребят был нарушен, да и за опрятностью отдыхающих сотрудники лагеря тоже следили мало. И это только те нарушения, что сразу бросились в глаза в ходе проверки. О качестве и свежести питания чуть позже расскажут лабораторные анализы. Вице-мэр Анатолий Осипов сообщил, накануне прошла встреча городских властей со всеми руководителями муниципальных лагерей, к которым относятся и олимпиец. Ещё раз будут проведены инструктажи, ещё раз анализ работы пищеблока будет проведён. В Олимпийце заключён договор между лагием и организацией на проведение мероприятий по обеспечению многоупорки территории, приведения в порядок и консервации данного лагия. То, что это произошло из-за халатности и нарушений принятых нормативов и вообще таких порядков, связанных с приготовлением пищи, никаких сомнений не вызывает. Поэтому мы ещё раз хотим поручить, я думаю, Анатолию Павловичу и вашей службе, и собственнику Анатолию Алексеевичу, вам все эти вопросы дополнительно проработать. Проработать вопросы компенсации тех затрат, которые родители получили вследствие данного заболевания. Причём как и пострадавшие, те, кто заболел, так и те, кто просто вынужден отдых прервать. Сейчас шесть ребят продолжают находиться в больнице в Боровичах, остальные дети проходят восстановление дома. Вице-губернатор Александр Смирнов поручил специалистам до конца недели вновь проверить все лагеря в области и призвал подойти к этому вопросу крайне внимательно. Кроме того, в ходе заседания члены комиссии проанализировали состояние инфекционной заболеваемости в регионе и итоги вакцинации за шесть месяцев нынешнего года. Несмотря на то, что в сравнении с первым полугодием 2015-го уровень снизился на 13%, прививать население необходимо значительно активнее. Юлия Бабич, Пётр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.